Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала, вы гости на канале Семена Чемодана, с вами я, Славян. Сегодня я вас снова приглашаю в новый выпуск, ребятки, он сегодня будет очень клёвый. В том году осенью мы много дней простояли в Чаралах, это недалеко от Кемера. Шикарнейший посёлок, где очень много интересного. Мы там стояли в кемпинге с нашими друзьями, и это были очень захватывающие выпуски с того места. Сейчас, перед сезоном, мы решили снова туда съездить, сделать восхлаждение на гору, узнаете, какую там покупаться, и просто посмотреть, как изменился этот посёлок. Я вас беру с собой, погнали в этот выпуск, ставьте лайки, пишите комментарии. Поехали! Готовим суп с фрикателем, вот так вот, тоже наш любимый, вот с такой вот домашней лапшичкой. А на десерт будем делать вафли. У нас есть такая вафельница, поэтому мы решили, что нужно обязательно хоть разочек-то приготовить. Так, ну тесто вроде получилось такое вот. Сейчас попробуем, посмотрим, что вообще получится. И получится ли вообще, и будет ли всё это дело вкусно. Я вообще готовлю это первый раз. Вообще Настёнка должна была готовить, но Мирошка её не отдаёт, поэтому к обеду я решил, что нужно. Ну, смотрим. Смотрите, ну вообще неплохо, мне кажется. Сейчас мы их поцепим. О, красота. Ау. Шикарно. У меня тоже получилось добротно. Нет, это кто-то раскусил ему просто. Короче, вафли получились вообще топ. Дети оценили просто. Половину сразу. И нет. Но оставил ещё Мирошки, Настёнки. И, наверное, ещё деткам даже вечером хватит всем поесть. Всему двору, между прочим. У каждого в жизни случаются такие финансовые неприятности, как, так сказать, провалы, да? Когда вам либо на что-то не хватает, либо вы хотите совершить какую-то покупку. Ещё хуже, когда вы попадаете в какие-то действительно передряги, попадаете в какие-то долги. Это очень и очень плохо. Да, конечно, здесь можно говорить бесконечно о том, что нужно всегда иметь финансовую подушку. И желательно, чтобы она была такая, что если у вас произойдёт какие-то финансовые трудности, то её хватит на полгода. Но, к сожалению, так бывает не всегда. Да, это хорошо, когда она есть. Но что, если у вас её вдруг не оказалось? Либо её вам не хватает? Конечно, можно обратиться за помощью к друзьям и занять денег. Но у меня лично для вас есть лучший вариант выкрутиться из ситуации, которая с вами произошла, и чтобы об этом знали только вы. На помощь придёт Альфа-банк с его наикрутейшей кредитной картой. Оформив данную карту, вы пользуетесь кредитными деньгами целый год, не платя никакие проценты банку. Также по моей ссылочке в описании вы получите целый год бесплатного обслуживания. Но вы только вдумайтесь, целый год пользуетесь кредитными деньгами и не платите вообще процентов. Мне кажется, это лучшие условия. На самом деле, Альфа-банк не только делает крутые кредитные карты, которые позволяют решить свои финансовые провалы без каких-либо процентов. Так ещё и лучше мобильный банк, шикарные дебетовые карты. Ребятки, в общем, я там в описании оставлю ссылки на дебетовую карту и на кредитную карту. Переходите, оформляйте и пользуйтесь, ведь там есть повышенные кэшбэки, бесплатное обслуживание и очень много других привилегий. Ссылка там. Продолжаем. Мы собрались и едем в Чиралы. В этот раз на гору мы поедем подготовленные. Взяли с собой, смотрите, маршмеллоу. Взяли, взяли для хот-догов булки. Сейчас заедем только в Мигрс, возьмем вкусные сосиски. Там есть гора, мы уже на ней были много раз. Там, где из скалы прям бьёт огонь. Ну, в общем, сейчас всё увидите, да, кто впервые попал в наш канал. Чуть позже всё покажу, когда туда сделаем восхождение. Там самый кайф сидит после заката. Видите, у нас погода. Тут тучи, видите какие. А здесь вот, пожалуйста, классное солнце. И я, собственно, надеюсь, что и будет там солнце. Ещё заехали в Мигрос. Купили сосиски, вот эти вкусные сосиски, кетчуп и палочки, чтобы пожарить всё это дело на огне. Мы почти доехали. Почему почти? Потому что вон там вот, где-то там внизу находится как раз вчера, так называемая Турецкая Азия. На самом деле это так и есть, потому что там очень атмосферно. Всякие йоги проводятся, всякие вот такие, знаете, типа познай себя. Вот. И нам сейчас предстоит туда спуститься на таком достаточно интересном серпантине. Но серпантин, если там первый раз, конечно, будет сложно. Если у вас есть уже опыт по серпантинам, то как бы ладно. Единственное, что если вы, например, на машине и у вас ещё есть прицеп, то да, будет сложно. Потому что нужно будет выезжать на встречку, радиус закладывать. Но опять-таки, у нас ребята, Влад с Наташей, к нам сюда приезжали как раз с таким прицепом. Да, он говорил, было сложно, очень экстремально. Но тем не менее спустились, потом поднялись, как бы всё нормально. Сейчас немножко покажу, какие там повороты. Я сейчас подошёл, и отсюда видно вот прям ущелье, собственно, куда мы сейчас будем спускаться. Видите, какие красоты. Невероятно. Просто невероятно. И там вообще уже солнце светит. Так что мы сейчас доедем. Будем, так сказать, уезжать вот от этих вот туч, которые здесь. А там будет солнышко, так что ещё и будем купаться. Море там очень классное. В общем, ребятки, всё. Поехали. Ну вот, например, смотрите, да. Первый поворот. Он вот так вот на 180 градусов. И резко-резко дорога уходит вниз. Смотрите, как вниз. То есть мы сейчас спускаемся, по сути, да, с вершины. Мы пока из Кемера сюда ехали. Вот поднимались упорно в гору. Уши закладывали, что вот сейчас все жуём жвачку. Вот следующий поворот. Видите? Чикс. Почти на 180 градусов. И тоже резко-резко дорога уходит вниз. Ну и, естественно, везде предупреждение, что внимательнее, опасные повороты. А ещё вот на таких вот УАЗиках возят туристов. Ну, точнее, это не УАЗик, это Land Rover Defender. Ну, тот же английский, да, УАЗик. Вон они тоже спускаются. Конечно, чтобы посмотреть Чиралы и потом отправиться на гору Химера. Вообще, Чиралы топ, 100%. Согласны? Да. Когда Серпатин преодолён, начинаются красивые пейзажи. Посмотрите, какие горы. Получается, едешь вдоль ущелья, и слева река. Она такая, ну, сейчас прям еле течёт. Мне кажется, она из-за того, что такая неполноводная, она даже сейчас уже и в море-то не впадает. Вот. Ну, собственно, мы уже и подъезжаем к самой этой деревухе. Хотел вам показать, где здесь деньги снимать, а в итоге что-то не покажу, потому что вот здесь вот раньше стояли банкоматы, а сейчас тут какая-то парковка. Вот она река, про что я говорил. Смотрите, как здесь красиво. Гора, река, мост. Автодома стоят, вон их. Видите, огромное количество сюда приезжает. Это действительно очень много людей, у кого есть автодома, либо передел. Ну, вот как мы, например, приезжали сюда. Вот за вот этой вот горой находятся остатки древнего города. Олимпос, по-моему, называется. Вход туда платный. Мы туда ходили. Ну, как бы нас не прям вперло, да. В этот раз мы не пойдём туда, но я ссылочку оставлю на этот выпуск. Просто поглядите, да. Может быть, кто-то думает пойти, либо не пойти. И вот как раз можете посмотреть, стоит ли вам туда идти. Посмотрите. Вот. Сюда также уходит вот дорога на пляж. Что отсюда, что отсюда. И ещё, если, например, вы сюда приедете отдыхать, например, там на неделю, то вот, знаете, вот здесь вот, это, собственно, сам въезд, да, вчера, вот отсюда начинает вся инфраструктура, кафешки. Вот здесь вот на этом месте проходит рынок. Единственное, что я не помню, по каким дням. Это, конечно, уже лучше загуглить в интернете. Но в целом, вот вы знаете, что разгоняется вся парковка и проводится рынок обычный, вот как мы там ходим в том же Кемере, либо ещё где-то. Ну, а мы едем дальше. И, конечно, хочу вам показать, как здесь выглядят всякие разные заведения. Вот почему я говорю Азия, да, что это вот сделано всё именно вот в таком вот стиле. Нам сейчас есть с чем сравнить, да, мы были на Шри-Ланке, и действительно могу подтвердить, что, ну, серьёзно, здесь даже какие-то такие наряды продаются. Возможно, это ещё связано с тем, что здесь проходит Ликийская тропа. Чуть позже я вам тоже покажу, куда она уходит. Вот, мы просто сейчас тоже через неё, когда на Химеру пойдём, будем проходить. Ну, и вот, собственно, видите, всякие магазинчики, овощи, фрукты. Вот многие здесь вот так вот припаркованы, да, ресторанчики. Вот здесь вот мы покупали мороженку, кстати, вот тут, вот, в этом вот заведении. Действительно вкусные. С Владом гуляли. Да, с Владом мы здесь гулялись, Наташкой. Влад машину парковал. Да, 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 всё правильно. Всё правильно. Вот здесь, видите, можно брать в прокат всякие велосипеды. Здесь это очень-очень развито. А, это время... Здесь вот раньше была просто парковка. Вот сейчас кто-то выкупил. Здесь будет, видимо, строиться... Что-то строится, не знаю. Вообще, здесь, если, например, вы едете на машине и хотите вот с палаткой, да, как и любим мы, например, то, например, в Чиралах вообще нет никаких проблем с этим. Здесь кемпингов просто трындец как много. Это ещё связано с тем, что здесь как раз проходит Литийская тропа. Ну, естественно, вот я ранее говорил, здесь всякие йоги, всякие практики проходят. Здесь, говорю, такая микро-Азия турецкая. Вот есть парковка, ресторанчик, да. Не знаю, сюда, наверное, тоже можно подъехать спокойно, заехать. Тут люди паркуются, и можно уже отправляться на первый пляж. Ещё в Чиралах здесь нужно быть предельно внимательным, потому что здесь разводятся черепахи, размножаются. Они где-то здесь закапывают свои яйца, и здесь как бы за этим всё очень строго следят. И везде можно как раз увидеть вот такие вот всякие, видите, знаки. Вот, пожалуйста, ещё парковка. Вот, видите, Чиралы, Денис, что-то там бла-бла-бла-бла-бла. Ну, то есть здесь разводятся морские черепахи, поэтому здесь очень важно, там, типа, не разводить костры, там, вот эта вся история. Там на пляжах перекрывают, чтобы не ходили, не езжали. А вот парковка основная, вот, в принципе, до неё все и доезжают. Здесь оставляют машины и идут купаться. Вот, можете заметить, даже здесь есть автодома. Раз, два, целых три штуки и один прицеп. Вот так вот. Мы когда первый раз сюда приехали, мы тоже здесь остановились, но потом решили пойти дальше. Сейчас одним глазком вам покажу этот пляж, как выглядит. Смотрите, какая красотища. Посмотрите, какие там виды. Здесь мы плавали и на сапах, плавали вон за вот ту гору, такую скалу, которая торчит из воды. Вот, посмотрите, как пусто. Никого нету. Здесь вот есть и песочек, и галька. Море, самое чистейшее, волейбольные площадки. Пожалуйста, все к вашим услугам. Ну, серьезно, говорю, вот, кто вы есть в Турции, приезжайте, либо когда поедете, обязательно приедете вчера, потому что здесь просто... Сейчас еще доедем до конца, а потом пойдем на пляж, будем купаться. Хочу вам все сейчас показать. И вот еще хочу вам показать, что, по идее, вообще, вот как здесь все расположение, здесь в основном кемпинги находятся и рестораны по левую руку. Мы же нашли кемпинг, который находится, наоборот, с правой стороны. Это он один-единственный, на самом деле, здесь. В принципе, его найти не составит никакого труда, если вдруг вы поедете. И это очень, на самом деле, вообще здорово. Мы прям жили, просто ходили вот так к морю, классно. Вот, видите, палатки запрещено расставлять, машины парковать запрещено, заезжать на пляжи тоже запрещено. Тут куча как бы запретов, потому что здесь действительно очень уникальная природа, поэтому, ну, нужно прислушиваться и соблюдать. Ну, вот, пожалуйста, видите, хопс, кемпинг, вот. Можно заехать там, припарковаться. Но, опять-таки, нужно будет переходить дорогу, да, и идти к пляжу. Ну, не далеко, на самом деле. Ну, не далеко, но тем не менее. Про наш кемпинг мы рассказывать не будем. Мы его укажем в нашем гайде. Вот такие мы хитренькие. Мы уже его показывали. Ну, мы просто показывали, в выпусках вообще все есть. Просто кому, кто хочет пересматривать, вот, его найдете. Ну, вот вы только посмотрите, как здесь выглядят кафешки, ресторанчики, очень атмосферные. Ну, то есть, вот, нигде такого нету, да? Вот именно в Чаралах это вот прям, ну, прям классно. А вот здесь в Чаралах находится то ли школа, ну, да, по-моему, это школа. Вот, сейчас покажу. Вот. Вот, пожалуйста. Вот так она выглядит. Мы несколько раз попадали здесь, что здесь проходят какие-то занятия. Вот такая миниатюра, знаете. И вот с правой стороны это просто лес, лес, лес. Видимо, там и разводятся всякие черепашки. Мы ходили, значит, кушать, когда здесь жили, а мы здесь, знаете, прожили достаточно долгое время. Вот, пожалуйста, возле нас прям был прокат огромный, можно всяче угодно брать. Вот здесь вот мы и кушали постоянно в этом ресторанчике. Чорба 55 стоит. Че увидел первое, че увидел, короче. Все подорожало, 50-200 с лишним рублей. Ну да, но зато вчера Аллах ты кушаешь. Кстати, здесь магазины, обращу внимание, что цены, кстати, обращу внимание, что здесь, например, магазины, которые есть, они прилично дороже, нежели вы будете покупать где-то там в городе. Ну, потому что все-таки серпантин сюда, логистика дорогая, поэтому и все дорого. Вот так вот. О, я такой подъехал, думал, сейчас покажу вам вот это вот место, а в итоге не покажу, представляете? Раньше здесь был въезд, прикиньте. И вот на вот этом футбольном поле стояли все вообще вонлайферы, автодома. Кому не нужна, например, автономка, кому не нужно подключение там к сети и так далее и тому подобное. И вот сюда как раз приезжали и вот здесь вот ставились. Вот я как раз хотел показать место, где можно стоять вообще совершенно бесплатно. В итоге, ну, показал, но опять-таки, да, если вдруг вы поедете, знайте, что здесь уже стоять нельзя. Здесь вот такая вот футбольное поле вообще. Но все, лавочка прикрыта. Еще куда-то идет дорога, да, но я решил проехаться, да, ее как будто вообще раньше не было, но вот сейчас есть. Нет, скорее всего было, просто мы на нее не обращали внимания. Сюда, получается, эта дорога к кораблям. Здесь и парковка. Да, мы сюда ходили, мы как раз вот за вот эту гору заходили, за нее и плавали, и купались, и делали с Владом восхождение на эту вот гору слева. Вот, здесь в принципе-то вот и паркинг. Вот, я думаю, что да, здесь можно и покупаться в тишине, так сказать, не возвращаться уже туда. Ну, давайте, наверное, так и сделаем. Я только выхожу из машины, прикиньте, и просто поворачиваю голову. Посмотрите, какие тут виды. Посмотрите, какая здесь гармония, какое здесь спокойствие. Блин, ребятки, посмотрите, вот там вот морюшко, вот эти вот невероятные горы, скалы, смотрите, вот такое поле, просто поле, прикиньте, поле, которое ни в коем случае не застраивают, ни в коем случае не загрязняют, потому что здесь черепашечки морские. И вот, вот, вот такая вот красота. Но там вот проходит Ликика, вот там есть гора Химера, собственно, естественно, мы туда сейчас пойдем. Там еще есть очень интересное, красивое дерево, такое одиночное, стоит в поле. Тоже к нему подойдем, я вам его покажу. А пока припарковались, пойдем купаться. Совсем недавно мы ездили в Дагестан. Это топовая республика со своей природой, со своей красотой, с ее потрясающими людьми и народами. Республика Дагестан это настолько наикрутейшая республика, где собрано абсолютно все. Высоченные горы, каньоны, реки, водопады и даже море. В Дагестан мы поехали с детьми на своей машине и сразу решили, что мы там не будем снимать жилье. Представляете? У многих есть убеждение такое, как опасный Дагестан. Так вот, с этим путешествием мы показали, что он вообще не опасный. Но нам было сложно. Почему? Потому что про Дагестан мы не знали ничего, где ночевать, где набирать воду, как проехать получше, какие там дороги, где покушать так, чтобы потом не выхватить проблем и не заболеть. Перед поездкой было куча вопросов, которые мы решали в дальнейшем. И мы их решили и упаковали в свой авторский гайд, который вы можете смело приобретать. Цена всего лишь 490 рублей. И я вам так скажу, что это не просто гайд, какое-то руководство, либо какой-то там какие-то советики. Нет, ребят. Это полноценный ваш путеводитель, который вы приобретаете, изучаете, нажимаете кнопку, все прогружается в ваш навигатор и вы просто отправляетесь в путешествие по горному Дагестану. Представляете, вам не нужно ничего искать, не решать никаких вопросов. Вы просто его приобретаете и берете с собой. Там есть все, советы, рекомендации, лайфхаки, стоянки, магазины, кафе, рестораны, каньоны, дикие места. Короче, там есть все абсолютно и даже маршрут. Да-да, это наш маршрут. Никакой информации взятой из интернета. Это наш опыт, наш маршрут. Берите гайд, изучайте и отправляйтесь по нашему маршруту в горный Дагестан. Приятного путешествия. Ну, вот он, пляж. Это дикий пляж, собственно, самый крайний. Здесь, естественно, никто не убирается. тем, наверное, он и интересен. И вот она вся полностью пляжная линия. Блин, ну красота. Сейчас только солнышко выйдет, да, и можно будет уже плавиться. Вот оно только выходит и прям хочется сразу идти. Вот так вот, Мироша, да, сразу хочется идти купаться. Опа, слась. Вот, если хотите, например, сюда приезжайте, можно, вот видите, получается, вот эта скала, она полностью отделена от суши. Там есть, как бы, такой проход. Вот, там можно на сапе проплыть, можно ногами пройти. Мы залезали на вот эту вот гору, там висят канаты, вот, можно чикс, и туда, в бухту пройти. Там уже Ликийка. Класс. У нас три самых пока любимых места в Турции. Это вот как раз Чиралы, это Алюденис Фетия, и это Дача. Вот. Три пока вот прям самых топовых. Как можно приехать в Чиралы и не покупаться? Хотя солнышка нету, такой прохладненький ветерочек, но, как говорится, Настенка заставляет меня купаться всегда, где бы я ни находился, в водопадах, там, в реках. Поэтому заставила меня и здесь купаться. Вас обобрать не буду, потому что нам еще в гору идти, а не хочу, чтобы микрофоны забились водой. Вот. Потом будет звук лагать, поэтому иду без вас. Ну, а мое ныряние вы сейчас точно увидите. Аминь. Великтор Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Ага, все, давайте, поехали! Вот, кстати, я говорил про дерево, это вот оно, но здесь вот так вот, видите, расположились ребята, палатка на крыше, тоже классная тачка вообще для путешествий. И вот так вот живут под деревом, прикиньте, как здорово, вот как здорово лайф, вот настолько вот вы свободны в своих путешествиях, просто невероятно вообще. А вот сюда вот направо, если пойти, это и есть Ликийская тропа, вот он указатель, смотрите, Текерово, поселок, 19 километров, Чаралы 3 и Янантрос какой-то там, что-то еще. Ну а мы двигаемся дальше. Вообще, пока мы жили в Чаралах, мы с кемпинга шли пешком сюда, гуляли, поднимались, провожали там закат, встречали темноту и потом спускались и уже шли обратно. Ну мы как бы не гоняли свою машину, не было в этом никакого смысла, проще прогуляться. Ну и вот мы подъезжаем сюда, можно подъехать, естественно, на машине, если бы на машине. Здесь же парковка, здесь припарковаться и отправиться на кассу покупать билеты. Парковка большая, ближе к вечеру сейчас она забьется, это естественно. Опа. О, Антоха, смотри, если ты смотришь этот выпуск, смотри, такой же автодом почти как у тебя. Вот так вот. Ну почти. Это Хюмер или Хаммер, как он там правильно называется. Вот она касса. Сейчас где-нибудь остановимся и пойдем. Сразу с парковки заходите, здесь вот, пожалуйста, касса. Вход стоит 30 лир. Дети до кого-то возраста бесплатно, ну вот наши бесплатные. Здесь сразу есть столики, можно покушать. Вон гамаки даже висят. Ну классно очень сделано, здесь все будет сейчас подсвечиваться еще вечером. И есть кафе, пожалуйста, вот видите. Можно перекусить, соки попить, гранатовые, апельсиновые. Вот, классно. И есть туалет еще, но он тоже дополнительно стоит 5 лир. Так это и есть типа Хюмера какая-то. Мы начинаем путь. Вы готовы? Да. Идти далеко, идти тяжело. Сейчас я покажу вам, кто, возможно, кто-то из вас и не видел никогда, да, как мы поднимались. Там вот так вот все, вот так вот. Особенно спускаться сложно уже вечером, когда полная темнота. Естественно, нет никаких фонарей. Лучше с собой брать фонарики. Это как бы лучше прям обязательно. И здесь вот указатели есть на мусорках пишут. Типа вот тысяча метров. Вот, осталось тысяча метров. На мусорках причем, кстати. Через каждые 100 метров стоит мусорка. Тысяча метров, один километр. До вершины. Детей закинули на шею. Вот. И идем вот так вот. Им лучше всех, малявкам. Вон, вторая малявка. Все, начинаем путь. Вот так вот. Что, Мирочка? Уже устал? Да, дышит свинок, ага. Опа. Ну? Сейчас мы подходим к мусорке. Сейчас попробую показать, если здесь будет метраж указан. А, ну да, вот. 900 метров, видите, осталось. Очень важно, не бросайте нигде здесь мусор. Ни в коем случае. Ни бутылки пластиковые. А вот до мусорки несите. Так, ребята, взяли блины. Вон, где творят пух-пух по блину. Красава. Красава, да. Смотри, камушку, ты ручку дула. Ой. А у нас будет сосиски, булки, маршмеллоу. Сейчас перейдем там все это дело, жарить будем. Красота. И у нас такой будет ужин. Ибо нам всегда кричат, давайте, старички. Так, все, лафа закончилась. Дальше камни. Но потом перед самими огнями будет еще такой маршрутик, где можно будет просто пройтись. Опа. Так. Ну вот. Я еще перед этим два дня не напрыгнулся на стремянки туда-сюда. А-а-а, ну видишь, короче, тебе больше всех везет. Я еще хотела сказать, как Дима вообще собрался в пуху, потому что он забыл в домоков, он забыл в дюкер. Ну его наказали, видишь, просто. Нет. Мы еще и делом обсуждаем, что все 100% в кроссовках. А с его салончиком. Мама, помнишь? Да. Держись, Мирошка. Смотри, как ветки там. Опа. Ага. Смотри, вот эти колючие вообще. Такие безамидные с виду-то. Безамидные. Безамидные. Так, что нам? 800 метров осталось. Мусорки, красава. Там было 750 надпись. А вот что люди делают на горе, на это, видите? Воду пьют и пиво. Вот, мусорки нам все рассказывают. Вот так вот. Такой подъемчик. Какие виды. Сейчас стеменеть, ничего этого виду уже не будет. Будем идти просто. Но здесь, относительно того года, дорогу сделали уже получше. Как-то ее выровняли, что ли? Потому что тогда мы двигались прям вообще как по каким-то руинам. Какая красота. Круговая просто. Пацаны вообще, мои красавчики, всегда впереди. Всегда несутся куда-то вперед. И еще нам прикрикивают. Давайте, старички, давайте. Прикиньте. Я вон с грузом с каким. У меня в портфеле еда, техника. Фух. Сверху мирошка. Вот так вот. И живем. Я не знаю, какие могут еще быть дополнительно спортзалы, когда мы столько... Тише ты! Столько ходим. Вот просто решил слезть и резко слез. Вот так вот. Давай ножками. Давай мирошка ножками. Давай, папа. С папой. Тихо, тихо ты. Давай. Молодец. Давай мне руку. Руку дай. Вот я про что говорил. Смотрите, перед, да, перед вершиной есть еще такая прям прямая, где ты можешь расслабиться. Что, мирошка? Что? 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 Что так медленно, старички? Старички, давай. Слышь, ты, да? Что так медленно? Старички, говорит. Ну-ка, давай, Мирона с собой возьми. Еще такой тяжелый рюкзак, как у меня. Ага, у меня тоже тяжелый рюкзак. И, да. Кстати, а еще здесь вообще есть античный город. Мы как-то просто его прям так проскакивали всегда. Но вот они, руины. Вот, видите, уже начинаются. И, кстати, что касается огней, то можно идти туда дальше, дальше, выше, выше. Вот, но мы на первых прям сейчас остановимся. У нас там уже есть наши, кстати, любимые огоньки. Вот, и там будем сидеть. Тихо-тихо, мирошка! Стой! Ты что? Держись, здесь очень опасно. Мусорка, да? Вот они уже все полыхают. И вот про что я говорил. Видите, вот это остатки какого-то города. Да, мирошка! Просто... Зачем он слазит? А, вот так на ручках? Блин, какой, а? Вот так ему на одна ручка. Вот они. Все, мы дошли. Посмотрите, сколько людей. Сейчас самое главное занять какое-нибудь козырненькое место, чтобы можно было сидеть, жарить, наслаждаться красивыми видами. Так, здесь что-то предупреждение какое-то. Ну и вот они уже, видите, огоньки эти горят. Да. Первые огни. Наша команда. И вот они, остатки города. Классно. Вот мы как-то всегда его просто, знаете, вот прям проходили мимо. Не поворачивали как-то голову на него. Вот здесь вот два больших огня. А вот тут вот вообще такие они потухли. Вот, видите, вот так вот прям из земли. Ну ничего страшного, мы рядышком сядем. И можно идти еще выше. Там есть еще всякие разные огни. Ну а мы, наверное, прям вот здесь сейчас сядем и будем сидеть. Вот это прям конкретный костер. Мы на нем и сидели, возле него точнее. Здесь, видите, какой вид открывается. На нем сидели. Ну вот оно море. Это не все чиралы. Вот пляж, где мы, в принципе, и были. И вот с этим видом сейчас будем встречать вечер. Жарить сосисочки. Что, сынок, нельзя подходить, не надо. Обожгешься. Не знаю, бывает ли здесь холодно, но вот когда вот так вот. Прям обалденно. Вот прям мне прям все в лицо бахает. Красота. Из земли просто. Нет, даже не из земли, скалы просто. И вот про что я говорю, туда можно дальше выше-выше подниматься. Там еще куча огней. А вот эти вот начальные огни, их видно даже оттуда с пляжа, когда темно. Вот. Так, сейчас мы сядем сюда. Опа. И вот здесь вот и будем сидеть. Покажу вам пока поближе, как это все происходит. Вот. Здесь очень горячо, слушайте. Вот прям рядом сидеть, конечно, трындец. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Раскладываемся. Опа. Вот так вот. Упади, зайка. Так что вот такой вот набор можете обязательно покупать, когда идете на хипер. Можно еще винишку, конечно, захватить. Видели, сделали палатку с чаем, чтобы купить аппарат. Да, я видел, видел, но это так, цена-то там космическая будет. На чай-то не думаешь, что прям космическая? Все, Мироша, держись аккуратно. Уже кто-то меняет, а подщимпывает. Так, может, давай-ка мы вот так взяли. Угу. Во. Слушай, Мирон-то как на космическую напал, ему там понравилось. А Руслан? Ну, смотри, как наярил. О, какая булка, да? О, матерян совсем детей не кормит. Вообще не говорит. Вот так вот. Походи, сосиски, это вообще. Да. Тише-тише. Я же с недавних пор стал с собой возить оператора дрона. Вот, вот он пока летает, я ему делаю ужин. Держи. Держи, Дима. О, спасибо. Вот. Работает за еду, на самом деле. Давай тебе сейчас, что-то, я тебе не закладываю. О, видите, какая поляна. Я еще взяла молока с собой, нарусе урокил его по дороге. Огурцы еще. Одно дело кушать типа на костре, а другое дело прям приготовленная еда на природном огне, между прочим. На газу. На газу. Класс. А детвора от нас вообще отделилась. Они вон там на соседнем костре сидят и жарят себе маршмеллоу. Да, парни? Да она не ест. Здесь еще есть кошка. Она не ест. Вот я тоже сосиску дадим. На, кушай. Она у нас упала, видишь, сосиска. Держи. Кто тебе еще приготовит сосиски на костре, а? Мы решили не дожидаться темноты, чтобы потом не рисковать спускаться, потому что самые маленькие дают нам... Дрозда. Что даешь? Дают дрозда. Ну да, 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 да. Короче, опасно будет. Они на ушах стоят. Вот здесь, видите, так спускаешься, то он очень аккуратно. Здесь как бы не такое плата для разгуляя. Поэтому спускаемся все-таки засветло. Здесь, кстати, смотрите, как разрастаются. Поставили палатку, в котором продают чай и маршмеллоу. Вот так вот можно с собой не нести. Молодцы, да, предприниматели? Благо делают людям. Вот даже если ты забыл, приходишь... А, у тебя здесь уже все есть, да? Сервис, есть, да? Да. Ну да, класс. Кстати, почему-то вот на этом маршруте такая штука как-то срабатывает. Как будто ты поднимаешься гораздо быстрее, чем ты спускаешься. Я вот диме говорю, вот особенно ночью отпущается. Ты вот ночью спускаешься, просто как будто бесконечно, бесконечно. Идешь, идешь, идешь в поиске вот этих вот огней, которые там снизу тебя ожидают из кафе. Давай, вот так вот, видите, спускаемся. Так, аккуратненько, никому не падать, падать нельзя. Вот, Мирошка, аккуратно. Нет, нет, пускай его, не хочет он. Вот так вот, стой, Мирошка вон с пеленок, да, привык по ходам. Молодец. Давай. Ну, три раза мы ходили. Это четвертый получается, да? Ай, это четвертый. Представляете, Мироша вообще не хочет идти на руках. Вот он все, вот он и за руку. Тихо! И вот требует, чтобы вот сам он шел, и все по вот этим вот булыжникам непонятным. Да, упасть, пускай. Их какой, а. Мироша, тихо, не беги. Маме дай ручку. Видите, ни в какую не дает. Да, я тебе помогу. Мирон. Упадешь здесь. Видишь? Смотри, как опасно. Смотри, все равно забирает. Давай, папе. Упадешь. Мирон. Давай руку. Упертый пацан вообще. Все, обиделся. Обиделся, Фунти. Надо руку дать папе, Мироша. Давай, папе, руку и пойдем. Мамка. Ну, давай, папа, папа, держи. Ты, держи папу. А то вдруг папа упадет. Держи папу, вдруг папа упадет. Маме, маме дай ручку. Маме дашь? Молодец. Вот, наконец. Той, Сарчик. Молодец. Прыск, о, молодец. Так вот, привык, видите, ходить по горам. Не заставишь его ехать здесь или здесь. А нет. Мы уже спустили, все хорошо. На парковке запустили дрон. Вот уже потемнее стало. Но еще все равно не так темно. Лучше прям в темноте спускаться. Оно просто опасно, говорю, с детьми. Они прям с ума уже сходят. Особенно самые маленькие. Поэтому камни, знаете, такие? Прям наполированы. Они очень скользкие. Смотри, летучие мыши. Вот такие вот ребята-чиралы. Кто здесь был, пишите, как вам. А кто не был, пишите свое мнение. Понравилась ли вам гора? Как вам пляжи? Как вообще вам там обстановочка? И хотели бы вы здесь побывать? Все самые важные и нужные ссылочки я оставил там, в описании. Не забывайте подписываться на наш Яндекс.Зен и группу во ВКонтакте. Увидимся с вами в следующем видеоролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok